Каждый день в CSGO приходят новые игроки, и не каждый понимает, что есть бесплатная версия CS и платная, которая называется Prime. Но в чём же их отличие? Почему я за что-то должен платить 15 долларов, а за что-то вообще ничего? В чём прикол? Но оказывается прикол есть, и об этом приколе мы сегодня поговорим в этом ролике. Я провёл эксперимент, сыграл 10 каток на Prime и 10 каток на Non-Prime, и мы сегодня получим цифру, какое количество каток было с читами. Я вам скажу так, я был правда удивлён. Не скажу именно в каком режиме, но вы это увидите. Я не хочу спойлерить, поэтому сыграем в такую игру. Напишите в комментариях ваше предположение, сколько каток из 10 на Non-Prime было с игроками с читом. Не забудьте поставить лайк под этим роликом и подписаться на канал, если вы ещё этого не сделали. Это важно для этого канала. Сейчас мы испытываем не лучшее время. Ну а также прямо сейчас мы разыграем лайк-подписку на 2 дня на Сайбершоке просто за подписку на Телеграм. У вас на экране бот, ну а также в описании ссылочка, вы можете к нему зайти, спросить его 2 вопроса, и он вам всё подскажет. Спешите, пока это возможно. Ну а сейчас мы приступаем и начнём с Non-Prime. Ну что ж, пришло время, давайте создавать бесплатный аккаунт. Худшее, что можно сделать. Цветофор. Раз, два. Шикарно. Имя аккаунта. Free CSGO аккаунт. Давайте 17. Новый аккаунт создан. Рик, а почему я в бане? Ладно, запускаем CS, ставим config и начинаем играть. Давайте представим, я сейчас абсолютно новый игрок в CSGO. И вот, что я вижу впервые в своей жизни. Всё, что мы видим, когда запускаем CSGO, это ужасную громкую игру. Так уже лучше. Отсутствующее звание, кнопка Buy Prime. Но чтобы играть в матчмакинг, нужно десматч отыграть. Давайте обычно пойдём. Но перед этим надо приобретать конфиг. К примеру, я нахожусь не дома, но конфиг у меня остался на своём компьютере. Я захожу в интернет-браузер, ввожу cybershock.net и просто скачиваю свой конфиг, потому что я его загрузил. Можно скопировать отдельно прицел, можно скопировать отдельно вив-модель, можно скачать только конфиг. Вы можете сделать ровно такой же у себя на аккаунте, чтобы никогда не потерять свой конфиг. Так, ну вот это уже другое дело. Ну а сейчас мы должны играть в этот грёбаный DAS 2. PING 104. Это кайф. При мне чел заспамнился. Дым говну. Пожалуйста, хоть 30%. Я надеюсь, мне дадут хоть 30%. И внимание. 40? Почему так много? Так, ну что ж, второй десматч и у нас 70%. Нужен ещё один десматч. Всё, давайте. О, кайф, 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 кайф. Ну что ж, давайте запускать все карты подряд. Что выпадет, то выпадет. Ну, кроме вот этого говна. Эй, привет, ребятки. Привет. А что с тобой? Оранжевый. Бабочка, у тебя FPS слабо? А, точно, сейчас. Что сейчас? Всё, всё. Да, это просто FPS. Что? Ну, высокий слишком. Так. Жаль, жаль, жаль. А что ты влагал-то, скажи честно? Короче, у него, видимо, чит был включён. Ну, слушайте, смотрите. Сейчас человек с Connect расстрелял и попадал по мне очень хорошо. То есть, я как новенький игрок, я просто в говне. Я не смогу ничего сделать. А ты почему лакал? А у меня фейклак. Это чит? Да нет. Но это в чите и всеми тоже так и что. Что значит? А у тебя что? Я могу засчитывать то, что здесь уже есть один читер. Он реально взял. Да, это чит. И ванихоп. Господи, первая катка. У нас уже есть приколист. Зачем ты сейчас читеришь? Прайма нету. И в итоге? Потому что хочешь пофаниться? Почему бы и нет? Тогда, конечно. Всё, я тебя услышал. Можно я его иду с катки, пожалуйста? Да, давай. Ну, каких нашим финиш? Каких нашим? Так, ну что ж. Первая катка у нас есть. Чел очень адекватный. Зачем ты играет с читами по ночам? Четыре утра. Не знаю. А. А, нихуя себе прикол. Я понял. Хорошо. Ой. А, ещё прикольно. Как же прекрасно. Как же прекрасно. Мой сам захотел это. Мальчик, у тебя чит есть? Ну, блядь, нано премьер нахуй только с читами. Блядь, мы перевезы гонять. Чел, хрум. А какой у тебя чит? Ну, крутилки нету, но сопротивляться немного можно этим читам. А, почему ты читеришь? Ну, потому что нахуй я тут захожу, блядь, тут три человека с читами по обоих командах. Но я-то не читеру, в основном. Если я читера нахожу, то я тоже по-другому. А так я без читов. Угу. Отлично. Получается месть и справедливость. Можно сказать так. Спасибо большое. Читер, адекватные челики. Идём дальше. Пока у нас статистика очень грустная. Две катки. И как минимум есть в каждой по читеру. Шорт, шорт, шорт. Ну, ладно. Ох, я как читер играю. Это странная катка. Непонятно вообще, что происходит. Это четыре, но у них нет читов. Наших вроде нет. У вас есть читы? Нет, только со скинчем. Я сейчас катаюсь. Так, ну, у нас есть одна победа. Это абсолютно кайф. Подписчики и подписчицы. С вами снова я, Дема и Андроид. Ребят, смотрите, что произошло. Мы сейчас сыграем с читером в команде. Я считаю, что мы можем по факту назвать, что это игра с читером. И засчитать его как вкатку с читером. Слушай, а ты когда-нибудь подрубал, когда против тебя не было читеров? Нет. Если там будет читер, то я его включу. Если мы будем просто проигрывать без читеров, то нет. Так, мне интересно, что делает этот Адольф. Потому что попадает только в голову 90% хэдшотов. Ну, это чит, ладно. Это чит. У нас два читера в команде. Два читера в команде. Ой, ужасная статистика. Просто ужасная. Так, моя ставка, что читер у нас будет зуб лаура. И у нас будет вот этот читер. А. А. Я попал, кстати. Я попал в точку. Это он. Да. Очередная катка и опять читер. Я верил, что здесь никого нет. Так, у нас следующая катка. И я предполагаю, что вот это будет чит. И чит будет еще вот этот. А. Супериор. Супериор у нас читер. Я убил читер. Ничего. В смысле, что читер? А, у нас тоже читер, смотри. Мангет. Да, у нас оранжевый читер. Можешь, пожалуйста, на меня кикнуть все эти, я очень хорошо. Я не знаю, как это работает, но меня реально кикают. И меня не банят за это. Должно быть оповещение, что вас слишком часто кикают. Странно. А спонсор этого ролика сайт CSFL, где прямо сейчас активен Battle Pass. Да, на сайте. Вы можете выиграть 5 краш-игр подряд и получить за это приз. Написать в чате хорошего дня и получить за это очки. В общем, там на каждой событии есть свой приз. Выполняя эти миссии, вы получаете бесплатные кейсы, бесплатные скины, бесплатные промокоды. Все это в этой вкладке Battle Pass. А также на сайте есть краш, колесо и джекпот. Ну а тем более с моим промокодом, который активен прямо сейчас, вы получите бонус к пополнению. Ссылка на кайсфэйл будет в закрепленном комментарии этого ролика. Слайп из-за чистого. У него банихоп, привет. Банихоп, смотрите, у него банихоп. Да, это банихоп. Но у него очевидный банихоп, это щит. Это еще один щит, это реально щит. Меня опять кикнули, я не знаю, как это работает, правда. Но это очередная катка. Где человек есть, с ПО. Сопрещенном. Hello, Tim. Hello, hello. Please, can you relax? Okay, you're a good luck. Ты русский, блядь? Oh, fresh. Oh, привет. Ебучий фрук, блядь. Я им всем дал, иди беги. Очень хорошая наводка. Хуевая наводка. Не, нормально. Я же хватил у тебя только что за штуки. Ладно, это шикарная была катка. Читеров не было. Труто. Ладно, а я теперь спать, потому что 6.35. Hello. Hello, guys. Hello. Так, начало у нас не особо дружелюбное. Моя команда максимально молчит. Она не хочет общаться. Не хочет даже писать инфу в чат. Вот это, да. О. Там вышел парень. Что за дерьмо? 4 в 3 игра. Уже 4 в 2 игра. Блин, какой же говно, какой же говно. Это худшая игра. Зачем? С такой времени я пытаюсь. Ну, закона была без чизер. А возможно была. Но они вышли. Игра была 4 в 2. О, вау, вау, вау. Нормально, я даю. Тут боты играют. Это не чит. Это прям боты-боты. Это настоящие игроки, которые не играли в CS. I'm playing with sheets. Can you kick me? Can you kick me? Can you kick me? Can you kick me, guys? No, 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 no. I'm cheater. I'm cheater. You want win-win with sheets? Yes. Умнись идея. 30 годы, you want to live? Я kick me. Нормально. Фух. Все, я забываю, так он навсегда. Из 10 каток вроде было 4 катки. Без читеров. Грустная история. А вот эта команда, которая была сейчас, это просто позорище какое-то. Зная, что у них в команде читер не кикают, хотят выиграть так. Ну, такая вот грустная история. Так, ну что ж, я купил новый аккаунт, а купил уже Prime. Ну что ж, посмотрим, что такое Prime и насколько реже здесь попадаются читеры. Первая катка. Полетели. Что за трэш? Слушайте, здесь прям очевидно, ребятки играют плохо. О господи, почему? Почему так? Слушайте, ну пока нет читеров, я скорее всего выйду в какой-то момент, либо попрошу кикнуться, потому что так нечестно. Что это такое? Короче, ребятки кикнись. Ой-ой-ой-ой. Ой, это я даю, вот это я даю. Вот это я тоже был делать. Не, а тут нет читеров. Опять же, нет читеров. Пока мы отправимся, проявляет максимально круто, и я понимаю, за что я заплатил 15 долларов. Ладно, на самом деле самое лучшее, что может быть. Ну, против меня играл такой же пранкер. Наверное, тоже и тупер. Ну ладно, идем дальше. Это была хорошая катка, и опять же, без читеров. Hello guys. Кто русский? Ой, я привет, ой, привет. Да. Hello, брат. Господи. Nice. Да, но я с подругом говорю же. Кикать будем? Да, играй, пофиг. Да, без разницы. Нет, помочь, 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 пожалуйста. Nice. Спасибо за игру. Да нет, слушай, нормально. Блин, опять мираж я не хочу. Просто, правда, не хочу. Но правила игры такие. Нет, слушай, у меня какая-то команда любительская, они хорошо играют, и хорошо стреляют. Что за трэш? Что за трэш? Почему я попадаюсь против команд, которые стреляют неплохо, как ноникому игроку вообще учиться играть? Это же большой вопрос. Ну, короче, это снова хорошая катка. Правда, хорошая игра. Но, судя по тому, как я стреляю сейчас и как я умираю, мне тут не особо комфортно. То есть нужно здесь потеть. Опять же, как? Новенькие игроки справляются. Никак. Так, ладно. По кайфу, идем next. Ребятки, опять же, обычная катка. Абсолютно обычная катка. Ой, ладно. Доиграли все-таки эту катку. Опять нет читеров, все очень хорошо, прекрасно. Очередная катка, и сейчас сыграл два раунда, общаясь по телефону. Здесь нет читеров, здесь спокойная, приятная катка. Еще одна. Неужели будет сто процентов? Что за трэш? Ужас. Спасибо за игру. Идем next. Опять без каток. Опять без читеров. Короче, очередная катка. Очередное хорошее гейминг. Нет читеров. Чистое. Биби-биби. Лоу. Черт. Ну, опять же, стрельба была у каждого игрока в говне. Пока нет читеров. Т-3. Изи. Изи, говорит. Чел. 5 в 3 сыграл. Последняя катка. Я очень сильно хочу верить, что здесь все чисто. И прайм будет сто процентов чистый. Так, первый есть. Ну да, они чистые тоже. Кошмар. Получается, человек, который покупает игру за 15 долларов, он кайфует. Ну, ребят. Понятное дело, здесь тоже нет читеров. И я могу заявить о том, что на прайме сто процентов честных игр. Но они не серверы. Чуть-чуть повыше. Но это не назвать калибровкой. Если я был бы новым игроком, меня бы просто опасывали каждую катку. Какой я могу сделать вывод после этого ролика? Я рад, что я могу его сделать, потому что все это очевидно. Но прайм это специальное решение от Valve, чтобы оградить нормальных игроков от мусора. И у них это получилось. Новенький игрок, который заходит в CSGO и будет играть на новом прайме, он не играет в CSGO. Это другая игра. Проценты меня удивили. Но зато я могу теперь всем советовать покупать прайм. С тобой был я, Эрик Шоков. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк под этим роликом. Увидимся в следующем ролике.